На библейский портал экзегет поступил вопрос. Не судите и не судимы будете. Получается, что для спасения души достаточно никого не осуждать. Если мы обратим внимание на достаточно большой объем текстов, находящихся в предании православной церкви, то там мы увидим целый ряд повествований, условно-жанрово мы могли бы их назвать, тексты о нерадивых монахах. Как правило, это нечто из житийной литературы, где рассказывается поучительный пример о том, что вот некий брат ввел невоздержанную жизнь и, соответственно, был систематически осуждаем всем остальным братством, но когда он почил, например, игумен монастыря или братья в рамках какого-то экстраординарного откровения, вдруг узнают, что он сопричислен к воинству небесному, к чинам святых. На соответствующий внутренний вопрос они получают ответ, что вот как раз в отличие от вас систематически осуждавших его, он за свою жизнь никого не осудил. Таким образом, мы видим, что как бы изнутри определенного объема нашей традиции мы получаем однозначно утвердительный ответ на такой вопрос, что да, действительно, если мы никого не судим, то и суд Божий к нам будет столь же милостив. Вопрос, в чем, скажем так, логика такого рода размышлений? Неужели Бог настолько переживает о собственной суверенности, что всякого, кто посягает на его право судить мир, он карает особенно жестоко, а вот тех как раз, кто максимально от этого права дистанцируется, тех он холит, лелеет и полагает как раз в чине праведников. Логика несколько иная. Это происходит собственно из прямой, да, совершенно естественной логичной взаимосвязи между заповедью о неосуждении и словами Христа о наибольшей заповеди в законе. Можем обратить внимание также на Евангелие от Матфея, 22 глава, 35 стих и далее. Здесь мы видим, Христа спрашивают о наибольшей заповеди и он дает следующий ответ, стих 37. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот в этой органической взаимосвязи мы и должны рассматривать заповедь о неосуждении, так как осуждение как грех есть, во-первых, и главных преимущественно грех против единства и любви. Осуждая другого, мы противопоставляем себя ему, возводим стену между нами, да, из отчуждения, неприятия и других вещей. Между нами умирает любовь, если она была. Или никогда не вырастет любовь, да, если, соответственно, на тот момент времени она отсутствовала. Таким образом, осуждение есть, конечно же, грех против любви и единства. А так как Бог есть любовь по преимуществу, да, то есть, собственно, внутри евангельского текста мы слышим тезис о том, что Бог есть любовь, то, соответственно, осуждающий человек не просто посягает на право Бога судить о мире и о всяком в нем, но поступает противно самому базовому устроению Божию. Бог – любовь, а против любви в осуждении мы согрешаем. Поэтому, конечно, принципиально важно положить предел осуждению, стараться не допустить его, уж, понятно, как бы не в слове, но если мы имеем особенно собранный навык в рамках нашей внутренней жизни, то хорошо, конечно, воздержаться от него и даже в уме. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры подогнал «Симон»